Девушки отдыхают Одного целуешь, а меня кусаешь Привет, друзья! Сегодня я нахожусь на 16-й станции Фонтана И вот у меня сегодня репортаж на свежем воздухе Ну, какие события сегодня были в Одессе? Какие одесские новости? Прежде всего, то, что вчера был налет Очередной прилетело две ракеты в Одессу, я вам уже рассказывал Сегодня в Одессе было спокойно, пока Но вчерашние события уже немножко прояснились Дело в том, что командование сообщило, что одна из ракет попала в объект инфраструктуры Там, где производят минеральное удобрение Странно, что не упоминается название объекта Но тем не менее, как сообщило командование, объект находился в Одесской области И после того, что ракета попала в этот объект, и его там довольно-таки серьезно повредило Причем воронка была диаметром 12 метров и глубиной 3 метра Запах аммиака появился в Одесской области вплоть до Николаева Но потом сообщили, что никаких побочных явлений нет Осужден, и из Одессы его принудительно выгнали Депортировали Сообщение было, что в Одессе начинает работать в Приморском районе Велополиция Полиция будет смотреть за территорией города За побережьем, будет наблюдать за тем, чтобы граждане Одессы не находились в зоне, где находится минирование Но, что интересно, сегодня как раз на 16-й станции Фонтана Народ успешно загорает, причем в самом деле загорает в прибрежной полосе Ну что, друзья, открытие летнего сезона В чем такой экстремальный сезон? Вон знак мины И тут же закапывается большущий бассейн Для того, чтобы начинать уже делать горки и купаться Пляж уже вот аккуратненько привели в порядок Так что я не знаю, мины ли там И кроме того, что народ загорает Один из участков очень хорошо осваивается фирмами Которые делают маленький аквапарк Вырыли большие ямы Ставят там уже свое оборудование, большой бассейн Так что, видимо, не все зоны заминированы Было также сообщение, что инспекторы Одесского ГАСКа Зафиксировали три нахолстроя в Одессе И начальник Одесского ГАСКа Дословно сейчас я прочту его сообщение Александр Авдеев сообщил Что война не повод для противозаконного строительства Когда можно строить все, что угодно Ну, это говорится о войне А в мирное время что? Можно было строить все, что угодно? А вы знаете, что в Одессе очень многое построено то Что было в самом деле противозаконно И Одесский ГАСК почему-то очень слабо за этим наблюдал Также было сообщение, что трамваи номера 1 и 7 Не будут ходить временно в Лузанна Там идут сейчас строительные работы Ну и приятное сообщение То, что коммунальные службы взялись за парк Советского Дело в том, что этот парк в самом деле Он довольно-таки долгое время был заброшен Было плохо с освещением, а сейчас там городские службы проводят На самом деле и озеленение, и чистку дорожек И освещение, и даже обещали почистить Там есть очень большой такой довольно-таки грязный пруд Вроде обещали его почистить И самое последнее С 23 мая будет ограничено перемещение граждан в Одесской области Это касается Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского районов Это связано с боевыми действиями Что касается Одесской истории То сегодня я решил вам рассказать о нашем губернаторе одесском Которого помнит вся Одесса Помнят все одесситы Это уникальный человек, который сделал столько для Одессы Что Одесса при нем свела, развивалась интенсивно И что интересно, его четыре раза переизбирали Вы вообще помните на своем веку, на нашем веку Чтобы какого-то одесского мэра Так любили одесситы и столько раз переизбирали Я не помню такого Но у нас был такой человек Его звали Григорий Григорьевич Морозли Это уникальный человек И вот сегодня я хотел бы, может быть, не все о нем рассказать Только частично Потому что у него было столько дел, которые он сделал, успел за свою жизнь сделать Что это описание на несколько серий Поэтому я сегодня, возможно, не все расскажу А только частично то, что касается его жизни Его благотворительной деятельности Его управления городом, ну и так далее Ну, начнем с того, что Григорий Григорьевич Морозли Родился в греческой семье Его семья переехала в Одессу И отец его был очень крупным купцом Очень крупным Он интенсивно занимался продажей зерна Зерно он вез в Европу А после Наполеоновских войн в Европе был практически голод И вот он очень хорошо поднялся на продаже зерна Заработал баснословное состояние И впоследствии свои деньги он передал сыну Родился Морозли в 1831 году После этого он получил в Одесском частном учреждении образования А в дальнейшем он поступил в Решелевский лицей На юридическое отделение И после того, что он закончил лицей Он начал очень медленно, но уверенно подниматься по карьерной лестнице Причем, вот мне нравится еще, как раньше в России были названия степеней чиновников В свое время и в Украине эти степени тоже начали употреблять Уже, скажем так, в наше время Тоже там чиновник такого-то ранга Но вот то, что прошел Морозли за свою карьеру Это от самого мелкого чиновника, причем даже без оплаты Была даже такая у него работа Но началась его деятельность в 1850 году в штате Воронцово Как раз то, что я вчера рассказывал про губернатора нашего Воронцова Назначен он был в штат Воронцово на место губернского секретаря А уже в 1851 году назначен чиновником по штату без жалования И дальше здесь нужно, на самом деле, все зачитать, потому что очень много у него было таких карьерных ступеней, которые нужно, на самом деле, друг за дружкой повторить И дальше он растет по службе Он был титульным советником В 1856 году он был коллежским асессором Названия такие интересные Уволен был в щине надворного советника в 1858 году А с 1858 по 1863 год он был в отставке В 1863 году он снова на работе Он приказом по канцелярии кавказского наместника Определен чиновником по особо важным делам То есть особым поручением И он уже был чиновником шестого класса сверхштата С причислением к собственной его императорского величества канцелярии В 1864 году Морозли уже коллежский советник В 1866 году уволен по домашним обстоятельствам И в том же году он уже по приказу Министерства внутренних дел Откомандирован в распоряжении новороссийского и бессарабского генерал-губернатора В 1868 году он уже статский советник А в 1869 году почетный судья Ясково судебного органа После этого он проживал в Париже Уехал в Париж какое-то время Но после Парижа он снова вернулся в Одессу И в Одессе он уже был гласным думой То есть он уже пошел по, скажем так, карьере именно управления городом Изначально гласной думой То есть я так понимаю, что-то, видимо, похожее на депутата Гласной думой И в 1873 году он уже член городской управы И что интересно, были годы, когда не было городского головы И Морозли исполнял его обязанности Это были годы 1871, 1872 и 1873 А далее уже в 1875 И вот после этого, когда люди уже увидели его качество Он уже был избран с 1878 года по 1895 год городским головой То есть пока он не попросился по болезни Вернее, по состоянию здоровья в отставку Его люди постоянно переизбирали Потому что видели, что это человек Который имеет очень большое влияние на город Он украшает наш город И он болеет за наш город Более того, именно в то время Люди, которые в самом деле имели большие деньги И болели за наш город Они тратили свои личные деньги на то, чтобы этот город украшать и благоустраивать В отличие от того, что произошло потом И дальше снова идет продолжение его карьерного роста Именно по государственным чинам Дальше он был уже с 1879 года Он имел звание коммергера Действительного старского советника И с 1883 года он был уже тайный советник Эти все ступеньки Морозли прошел Ну а то, что он сделал для города То, куда он вложил свои личные деньги Я расскажу вам завтра Потому что это очень большой перечень Это нужно очень подробно рассказать Потому что если это просто поверхностно рассказать Вы не поймете, насколько это был великий человек Ну, это то, что касается сегодняшней, как бы, первой части Морозли Что касается продолжения сегодняшней серии По моим фотоработам Я чуть позже их выберу Потому что сейчас уже световой день заканчивается И я чуть позже сделаю маленькую подборку Думаю, тоже вам понравится Потому что у меня очень много съемок в студии И одну из них сейчас я вам тоже покажу А на сегодня пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому